Самый сильный персонаж Mortal Kombat – Скорпион. Фильм Mortal Kombat собрал в мировом прокате более 76 миллионов долларов, что стало лидером в чарте до того, как его сменило аниме «Убийца демонов». Но каким же будет Mortal Kombat 2? Вернется ли Скорпион? Вы на канале Киноохота, не забудьте подписаться и поставить лайк. Для начала вернемся к истокам Скорпиона. В видеоиграх Mortal Kombat, Скорпион, известный в жизни как Ханза Хасаши, жил жизнью воина в составе японского клана-ниндзя Ширай Рю. О его боевых способностях ходили легенды, и он быстро стал опасным и уважаемым бойцом во всем мире. Из-за давнего соперничества между Ширай Рю и китайским кланом-убийц Лин Куэ, Скорпион был главным врагом Бюхана, позже известного как Саб-Зиро. Урезанная версия этой истории показана перезагрузка Mortal Kombat, заканчивающаяся, как и в игре, смертью Ханза от руки Саб-Зиро. Хотя Скорпион возвращается из Царства Пустоты в конце Mortal Kombat, он здесь ненадолго. Кровь Коула и стремление Ханза отомстить возвращают его. Но после того, как эта битва заканчивается, он возвращается за гробную жизнь. Его душа, похоже, пребывает в мире. Однако, учитывая, что Шанг Цунг и внешний мир вероятно вернутся еще сильнее в Mortal Kombat 2, земному царству может потребоваться помощь Скорпиона. Возможно, Ханза изначально не был слишком заинтересован в спасении земного царства, но его можно заманить в турнир, если это будет означать матч-реванш с воскресшим Саб-Зиро. Если это так, то в фильме уже рассказывается об одном из способов его воскрешения – амулет Шинака. Шинак Падший – старший бог, заключенный в Царство Пустоты, и один из главных злодеев видеоигр. Его амулет – это артефакт, наделенный всей его силой, который в играх, в конечном итоге используется для его воскрешения. Амулет показан в храме Рейдена в фильме Mortal Kombat, что означает, что он может быть задействован в сиквелы. Его более чем достаточно, чтобы восстановить душу из Царства Пустоты. И, возможно, именно так возвращается Ханза во второй части. Конечно, если все станет настолько мрачным, что амулет Шинака станет необходимым инструментом, значит, для земного царства наступят действительно темные времена. Сам старший бог может даже стать злодеем в будущих фильмах, как он это делает в видеоиграх. В таком случае Шао Кан и внешний мир будут наименьшими проблемами в будущих фильмах Mortal Kombat. Скорпион в настоящее время считает, что он позаботился о Бихане раз и навсегда. Но Шанг Цунг появился в конце Mortal Kombat, чтобы вернуть своего павшего воина. В истории видеоигр Бихан возвращается к жизни как Нуб Сайбот. Это происходит в играх благодаря магии Куан Чи, но Mortal Kombat 2 может сделать Шанг Цунга ответственным за вторую жизнь Бихана. Бихан отказывается от своих ледяных сил Саб-Зиро для нового набора навыков, который включает телепортацию и клонирование с помощью темной магии. А поскольку у Нуба Сайбота нет эмоций, это делает его новую версию Бихана еще более грозным противником. Вероятность того, что Шанг Цунг выпустит его на турнир в Mortal Kombat 2 может быть тем, что вернет Скорпиона и даст фанатам еще один матч-реванш. После двух запоминающихся боев Скорпион против Саб-Зиро в Mortal Kombat. С нетерпением будем ждать второй части. Ну а вы были на канале Киноохота. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!